Приветствую вас на канале Техревизор. Давайте разберём мониторы MSI, что же такого этот бренд может нам предложить. Я подобрал 5 лучших мониторов MSI, стоящих вашего внимания и денег в 2024 году. Постарался вместить в такой небольшой рейтинг мониторы под разные задачи. Для того, чтобы каждый из вас смог подобрать хотя бы один-два варианта и рассмотреть к покупке или даже купить. Поэтому в топе вы найдёте модели и для гейминга, и для офисной работы, и для дома. Присутствуют как бюджетные, простые мониторы, так и навороченные, с апгрейднутой матрицей и эргономикой. На канале вы сможете найти разборы и остальных брендов, поэтому загляните, будет полезно. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропускать выход новых обзоров. Ну а теперь приступим. На пятой строчке топа стоит MSI PRO MP271A. Это один из самых бюджетных мониторов MSI. На момент выхода его стоимость держится в районе 14 тысяч рублей, но особо опираться на неё не стоит. Цены каждый день прыгают, просто имейте в виду, что монитор бюджетного класса. Смотря с этой позиции, мы получаем приличную 27-дюймовую панель. А что, уже неплохое начало, обычно за эти деньги предлагаются 24 дюйма, но при этом пришлось сэкономить на разрешении. Поэтому во всю диагональ растянули стандартное Full HD. Приятное дополнение – частота обновления в 100 Гц. После привычных 60 картинка будет выглядеть ещё плавнее и приятнее для глаз. И тот же Excel, Google таблицы, YouTube, лента ВК откроются с новой стороны. Монитор подходит скорее для офисных задач или для дома. На нём удобно работать с таблицами, легко читать текст, смотреть видео и общаться. Картинка получается не только плавной, но и приятной по цветам. Тут стоит простая, но всё-таки IPS-матрица. Такая матрица в бюджетном сегменте показывает насыщенные и яркие цвета. Поэтому во время использования не будет создаваться ощущение блеклого изображения. Также здесь предусмотрены Flicker Free и FreeSync. Первый устраняет мерцание, а второй сглаживает картинку, убирая разрывы кадров. Когда после нескольких часов работы вы встанете и не почувствуете усталости в глазах и боли в голове, скажите спасибо вот этой парочке. А в остальном по внешнему виду даже сказать нечего. Самый простой офисник. Сзади HDMI и дисплейпорт для подключения монитора или ещё какой-нибудь приблуды. Подставка самая простая, регулируется только угол наклона. На четвёртом месте у нас идёт MSI G2412. Вот это уже билет в бюджетный любительский гейминг. Внешний вид монитора не то, чтобы говорит о своём игровом предназначении, но есть хоть какие-то намёки. Подставка грубой формы, продуманная расцветка, да и в целом облик скорее смахивает на что-то игровое, чем офисное. Особенно если сравнивать с прошлой моделью. Вот только эргономичности не прибавилось. Монитор всё так же никак не регулируется по высоте, не крутится и не поворачивается в портрет. А впрочем, не всем это надо, оно понятно. Но имейте в виду, что если необходимо, можете повесить монитор на гибкий кронштейн. Настенное крепление тут имеется. Само собой, ни в одном дизайне заключаются изменения. Играть же намного приятнее с плавной картинкой, не так ли? Вот для этого и поставили IPS-матрицу. Побыстрее, поплавнее, с частотой обновления 170 Гц. Поэтому картинка в играх станет ещё приятнее. Если, конечно, ПК потянет. Хотя здесь многого не надо. Я специально отобрал монитор именно для любительского гейминга. То есть, когда человек после работы приходит уставший и проводит время в игрушках, или для подростка поиграть после школы. В общем, примерно такого уровня. Поэтому здесь потребуется обычный комп с каким-нибудь 4-6 ядерным процессором и хотя бы слабенькой видюхой. Главное, чтобы комплектующие были хотя бы немного свежими, а не из прошлого десятилетия. А там уже эти 24 дюйма с FullHD разрешением как-нибудь да вытянет. Во всяком случае, тут предусмотрены фрисинг и фликер-фри. Поэтому, если даже ваш комп будет слегка подтупливать, фрисинг всё равно постарается сгладить ситуацию. Третье место за игровым монитором повыше классом MSI G274 QPF E2. Для тех, кто уже вырос из прошлого G2412. Ну или для тех, кому просто хочется большего. Но тут и цена соответствующая, сами понимаете. В этой модели MSI тоже не стали брать внешним видом. Но вот уже в плане эргономики всё в разы лучше. Подставку сделали многофункциональной. Её можно регулировать по высоте в пределах 13 см, крутить на 90 градусов вплоть до вертикального положения и поворачивать влево-вправо, без всяких кронштейнов. Согласитесь, удобств добавляет. Помимо базовых портов в лице HDMI и DisplayPort сюда MSI вставили ещё один USB Type-C. Его вы можете использовать как самим удобно. Хоть накопитель подключайте, хоть телефон заряжайте, хоть периферию втыкайте. Всё удобнее, чем тянуться к системнику. Но нужно оно вам или нет, смотрите сами. Может, кому-то достаточно просто повесить монитор над столом. А может, совсем не лень дотянуться до розетки, чтобы поставить телефон на зарядку. Но вам в любом случае понравится изображение. Монитор на 27 дюймов с IPS-матрицей на 2К-разрешении. Он охватывает больше цветов, имеет HDR для отображения более ярких и насыщенных оттенков. И частота обновления 180 Гц. То есть, видите, что вырисовывается совсем другая нагрузка для вашего ПК. С прошлым MSI-G2412 не сравнится. Тут уже надо иметь серьёзный комп на хороших железках, чтобы получить максимум удовольствия от покупки. Получается, что этот монитор больше подходит для уже бывалых геймеров. А собственно, с чего я и начал рассказ про него. Тут уже отдельно посоветую модель на 240 Гц MSI Optics G274 QPX. На случай, если 180 Гц вам не хватит. Он только частотой обновления отличается и дизайном слегка, а в остальном имеет идентичные характеристики. На втором месте 32-дюймовый MSI MAC325C QRF QD. Приличный по размерам монитор, ещё и с изогнутой панелью. Какой бы мелочью это ни казалось, а изогнутость всё-таки тоже для некоторых решающий параметр. Кого-то такой дисплей сильнее затягивает в сюжетные игры и фильмы. Кому-то просто удобнее на таком работать. Хотя есть люди, которым изогнутость наоборот только мешает. Таких людей лично я не сильно понимаю, но их мнение тоже важно учитывать. Из изогнутости выплывает следующий момент – матрица. В 99 случаев мониторы идут на VA-матрица, так как она гнётся без проблем и последствий. С IPS посложнее будет. Что мы от этого получаем? Во-первых, более глубокий чёрный цвет, если сравнивать с прошлыми IPS-матрицами. Во-вторых, цвета в целом выглядят насыщеннее. Но на самом деле это заметно только при прямом сравнении. А так жаловаться особо ни на что не придётся. Единственное, засветы по краям небольшие имеются. Ещё немного смущает разрешение. Здесь максимум выставляется 2К. Такое разрешение больше подходит для 27-дюймового монитора. Но в случае с этими 32-дюймами нет ощущения, что картинки не хватает чёткости. Она всё равно получается яркой и приятной для глаз, ничего от неё не рябит и голова не болит. Ещё и частоту обновления можно поставить 170 Гц. Для игр как раз то, что нужно. А для работы здесь предусмотрели опцию KVM. Это когда с помощью одной мышки и клавиатуры вы можете управлять сразу на другом мониторе или ноутбуке. Нужно только одну кнопку нажать. В рабочих процессах реально может пригодиться. Для большего удобства также сделали парочку USB-A разъёмов и дали возможность выставлять подставку по высоте. В принципе, получается приличный универсальный монитор и для игр и для работы. Если кому надо только для игр, могу посоветовать аналог MSI MAG325CQRXF. Из него можно выжать ещё больше плавности до 240 Гц. Но тут уже на ваше усмотрение. Ну и на первое место рейтинга я поставил MSI Summit MS321Up. Монитор сугубо для работяг, профессионалов в сфере графики, монтажа видео, цветокоррекции и всего остального, что требует максимально точной цветопередачи. Конечно, на таком можно и таблицы раскинуть, документы читать. Но это то же самое, что и ездить на Феррари по городу со скоростью 60 км в час. Комфортно, приятно, но весь потенциал не раскрывается. В общем, суть ясна. В любом случае, никто не купит монитор за такие деньги для офиса. Поэтому поговорим о конкретных преимуществах для серьёзной работы. Первое, что бросается в глаза – защитный козырёк. Не то чтобы это прям козыри на фоне мониторов, у которых нет такого. Но тоже удобная штука, с ней уж точно можете не париться насчёт бликов и солнечных лучей. Они всё-таки тоже могут исказить цветопередачу. А тут вам вообще можно не волноваться по этому поводу. Из подобных второстепенных опций тут ещё KVM. Уже понимаете, о чём речь? Ну и все вот эти FreeSync, FlickerFree и HDR. HDR стоящий, работает как надо. Добавляет натуральности оттенком и делает изображение реалистичнее по цветопередаче. Далее, естественно, первостепенные параметры. 4К разрешение, 32 дюйма и частота обновления в 60 Гц. И в принципе, всё и так понятно. 4К на 32 дюйма смотрится более чем достойно. Тут уж точно никаких предъявк зернистости или плотности пикселей не будет. Ну и 60 Гц тоже хватит для всяких фотошопа, блендера, премьера и всего остального. А чтобы упростить и без того тяжёлую работу, MSI решили добавить побольше USB-разъёмов. Даже отдельно вывели Type-C. Всё-таки это разъём, распространённый в 2024 году. Ну и подставку не стали обделять. Регулируется по высоте, поворачивается вправо-влево. Так что по итогу MSI Summit мне кажется одним из лучших мониторов для профессиональной работы благодаря своей матрице, качеству изображения, функционалу и эргономике. На этом мой рейтинг подошёл к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закреплённом комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. А также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.